Доброе утро! Коррекционно развивающий центр Лого Плюс Белоярского района отметил юбилей. На протяжении пяти лет специалисты оказывают помощь детям с особенностью развития. Начиналось все с маленького кабинета, а сегодня центры джемесячно посещают около ста детей. Спешим поздравить Лого Плюс лично. С нами на прямой связи из Белоярского руководитель коррекционно развивающего центра Екатерина Канева. Екатерина, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы искренне от всей нашей небольшой души поздравляем вас и очень хотим узнать, как же все это было. Спасибо огромное за поздравление, это очень приятно. Все было, как всегда, на высшем уровне, и в этот раз это все было по-семейному. И до сих пор под впечатлениями, уже скоро будет неделя, как прошло мероприятие. Но в памяти и в душе выступления детей, интерактивная сказка о лист по стране чудес, новые песни, новые танцы. И восторг, и гордость за то, чего мы добились в течение этого времени, конечно, делают свое дело. И даже когда сейчас говоришь, дорожит голос от того, какие молодцы наши дети. И какие молодцы родители, специалисты, и вся команда, которая с ними работает. Какие молодцы все вы! Да, это правда. Да, все мы все молодцы! Екатерина, скажите, пять лет для вас это много или мало? Екатерина? Екатерина? О, ничего-ничего, мы сейчас попробуем еще разочек. Возобновить. Екатерина, да, просто Екатерине нужно подумать. Немножко. Так, о, все, связь мы возобновили, кажется, все отлично, все работает. Екатерина? У нас, как всегда, если телефон, значит, кто-то обязательно позвонит. Ну, потому что вы на работе, это нормально. Смотрите, в 7 утра вы уже просто в работе. Конечно, это стандартная ситуация. Екатерина, да, такой вопрос. Пять лет, как вы считаете, вообще для центра и для вас это много или мало? Вот знаете, цифра пять, кажется, такой возраст, да, небольшой. Я отработала 15 лет в бюджете, кажется, 15 лет это да. Но пять лет, которые я веду свое дело, открытый наш логопс, мне кажется, что это уже 25, если честно. По всем проектам, по всем мероприятиям. Ну, что мы делаем и как растут наши дети, это прямо очень чувствуется. У вас там год за три? Год идет за три, потому что работы много, да? Да, очень много проектов и крупных проектов, которые мы реализуем. Поэтому кажется, что пять лет это только маленькая цифра, а на самом деле сделано очень много. На самом деле это уже первый юбилей, поэтому можно считать, что уже... Красивый, круглый, да. Да, действительно много всего позади. Екатерина, расскажите, как вообще родилась идея открыть такой центр? Ну, все банально, мы же социальные предприниматели, это кто? Люди со своей болью. И я уже много раз рассказывала о том, что у меня ребенок с аутизмом. И это он сделал так, чтобы я стала руководителем двух больших организаций. То, что «Северный ветер» у нас теперь тоже своя организация, то есть вырос проект. И он меня подталкивает на все проекты, идеи. То есть мы не можем стоять на месте, потому что дети растут нашего возраста, и поэтому приходится идти вместе с ними вперед и вперед. Екатерина, как вначале мы уже сказали, начиналось все действительно с маленького кабинета. Это и сейчас вы уже матерые мастодонты. Да, и вы нам как-то об этом рассказывали. Давайте вспомним вместе, как вообще все начиналось, как это было? Да, все начиналось с маленьких кабинетов. Мы снимали помещение, там было всего, по-моему, 70 квадратов. Было всего два специалиста, из них я, потом и администратор. Начинали мы с 15 детей, к нам ходили 15 ребятишек. Теперь у нас уже их за год мы обслуживаем по 135 человек. В месяц это где-то около 100. Начиналось с маленького коллектива, и этот коллектив до сих пор идет со мной вместе. Поэтому это такая большая гордость, что они рядышком и продолжают развивать ребятишек наших и работать с ними. Ну вот, возможно, это и есть залог успеха вашего, этот костяк вот этот мощный. Скажите, что сегодня, чем центр живет сегодня? Мы знаем, что у вас проводится огромная работа, и тренинги всевозможные, да, и обучающие мастер-классы, ипотерапия в том числе. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, в центре сейчас у нас очень много услуг, которые для детей больше идут на социализацию. У нас дети сейчас находятся целый день. Ну, вообще, дети у нас очень тяжелые, да, у нас ментальные нарушения. У нас мало ребят, которые с легкими нарушениями. В основном у нас тяжелые дети. Мы проводим мастер-классы. У нас есть грязные мастер-классы, тренинги, то есть, когда они в грязи, им позволено намазаться грязью, обливаться водой. То, что вот идет по ощущению, чтобы они испытывали те функции, которые мы, ну, просто каждый день их испытываем, а их нужно учить. Вот. Семинары. Сейчас вот мы недавно выиграли гранд по туризму, то есть, мы сейчас уже будем учиться ходить в походы, разжигать костры. Просто мы их, больше, конечно, мы отдали уже на социализацию, потому что возраст детей, ну, говорит о себе. Трудотерапия, да, конный клуб нас спасает трудотерапией. Они носят воду, таскают мешки с опилом, убирают лошадок, чистят лошадок. Если они находятся в логоплюсе, значит, они готовят кушать, стирают за собой постельное белье убирают. То есть, все идет на бытовом уровне. Поэтому у нас желание сделать такое... Ага. Екатерина, мы просто хотели еще раз вас поздравить и пожелать успехов и процветания не только вашему центру, вообще всем вашим проектам. И поздравьте, пожалуйста, всю вашу команду прямо сейчас. Да, обязательно это сделаю. Спасибо вам огромное. Ваш труд, он неоценим, его невозможно каким-то образом преуменьшить. Спасибо огромное, это здорово. Развивайтесь и обязательно выходите с нами на связь. До свидания. Спасибо большое. До свидания.